Всем привет! Вчера я записывал видео по прокачке навыка морской ловли на Норвежском море. И данный видеоролик судя по активности вам понравился, поэтому сегодня выходит уже новое видео с фармом на этом водоеме. Сразу оговорюсь, что сегодня ловить буду на сборку с привлекающими элементами и возможно без них на более низких уровнях прокачки навыка клёв будет немного хуже. Ну и как всегда перед началом видео не забывайте поддерживать лайком и подписываться на канал. Всем приятного просмотра! Начнем с координат. Речь идет о банке с глубиной 41 метр квадрате С9. Сборку вы сейчас видите на экране, но думаю, что привлекающие элементы можно менять и результат будет не хуже, а возможно даже лучше. Также можно попробовать ловить на такой же пилкер, только 200 граммовый. На этой банке очень частые поклевки, если использовать маленькое филе сайды или макрери. Поэтому все светлое время я ловлю на маленькое филе, а на ночное время ставлю большое филе сайды и в таком случае поклевки происходят немного реже, но это дает свои результаты, ведь ночная рыба идет крупнее. В этот раз даже получилось поднять акулу почти на 50 килограмм. Частота поклевок здесь примерно 1 рыба в минуту, но так как сейчас сервера игры подлагивают, то и акулу тянул больше 5 минут, за час в итоге получилось 50 хвостов вместе с мелочью, но думаю этот результат может быть куда выше. Взяв во внимание вышесказанное, можно сделать вывод, что и прокачка навыка морской ловли здесь будет идти еще быстрее, чем на 34 метровой банке. Но не забывайте и о том, что в видео используются привлекающие элементы. Как я уже говорил, очень большой плюс норвежского моря в том, что можно много часов подряд ловить рыбу на одной и той же банке и клев не прекращается. Поэтому фарм около 600 серебра в час вместе с прокачкой навыка морской ловли выглядит очень перспективно уже на третий день после выхода обновления. Для большей эффективности старайтесь держаться в середине квадрата С9, ведь когда ваш катер дрейфует на край этой банки и клев к сожалению ухудшается. Техника ловли здесь очень простая, опускаете приманку на самое дно, в данном случае 40 метров, делаете несколько подъемов с помощью ПКМ и поднимаете на глубину примерно 35 метров. И уже на этой глубине можно делать сильный или легкий пилкинг. Хотя очень часто рыба клюет на падении приманки, поэтому не забывайте проверять клюнула ли рыба не доходя до дна. Большая часть хвостов все же здесь именно сайды, но есть и разнообразие в виде менька, палака, мерланга, трески и даже акул, как показала практика сегодняшней рыбалки. В целом очень хорошая точка для прокачки навыка морской ловли, фарма серебра и фарма новой наживки. Также не забывайте, что на данной рыболовной базе в кафе появляются очень хорошие заказы. Это будет дополнительный фарм серебра. Спасибо за просмотренное видео, подписку на мой канал и поставленный лайк. Пишите в комментариях как вам точка и предлагайте свои варианты для фарма. Всем мира и добра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok